Всем привет! Моя очередная попытка выбраться на лошади из тойла. Так, поговорим. Так, мне нужно попасть в Скалетсу. Так, ладно, это всё мы будем пропускать. Так, ну чё-то как-то с ним задираться вообще не хочется. Так, ладно, не важно. Чё сейчас с ним разговаривать? Да, побежали. Купец нам сейчас не нужен. А вот теперь суперквест. Как достать свою лошадь из тойла? Можно, конечно, стырить, по всей видимости. Вот это, наверное, точно пойдёт. Только она почему-то вообще никак не распознаётся. Это, может, вообще нельзя брать. Да... Ну и чё с тобой делать, лошадка? Может, с этой стороны сесть? Может, туда не багнется? А, во! Ну-ка! Свистеть же можно! Лошадка! Ты же должна прийти на свист! Эй! А, чё, повторить у ворот надо? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, или там поговорить было. Ладно, не важно. Ну-ка, попробуем так вот сделать. Эй! Капец, она ещё глухая, что ли? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, смотри! Ну-ка! Ладно, давай, что я хочу. Эй! Глухня! Ты серьезно? Ну, блин! Свистеть, и говорят. так припоминаю в описании ну-ка где ворот это здесь давай свистим ночи ворота закрыты печально попробуем пешком тогда рвануть о каким замок и доберись до скалица о ой че-то у меня с ножками обутки похоже капец я исполела придется пешком топать разворовать не хочу так похавать надо что не наелся еще ладно сойдет пока так так что где скалится у нас купец какие-то вопросы не исследованные места вот у нас скалится где о скалится давай попробуем быстрый переход сделать а сейчас нельзя на когда можно будет ладно поставим точку пока так я на о той стороне пошли стражник партизан маки цветут какая-то тропинка партизанская как раз так там куда стражник что ли да однако мне видно на тут а мы рванем тогда вылазь вылазь ух ты жаркие похоже а нет больше похуй колендул точно о колендул сейчас наберем давай давай собирай лекарство на растение это хорошо лекарство на растение это хорошо колендула давай собирай собирай что-нибудь приготовим кути отварчик целебные Молынь, тоже сойдет. Прикольно, можно трафы собирать всякие. В поле. Так, ну ладно, если что, мы знаем, где можно найти всякие полезные штуки. А теперь в Скалицу. О, как раз тропинка. Прикольно. Как будто в настоящем лесу. Так, ну, лошадь не получилось. Получить багнутая у кого-то лошадь какая-то. Воровать я не хочу. Так, ага, так, пешочком до тополя. Так, ага, так, да. Прикольно. Кругу трупы. Кругу трупы. Кругу трупы. Что-то неохота пока убирать. Настолько у них все плохо. Пойдем правителей хоронить. Так, чувак какой-то сидит. Ага, вот так вот опять трансформируется, как обычно. Привет, мужик. Опа! Так, да. Замолчил разбойника. так поднять тело можно обобрать его ну разбойника разбойника отберу однозначно так 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 нечего тут лежать рядом с честными гражданами здесь душ валяться здесь лишь забросить а пусть славяется маках бедолаги так стоп что с разбойника снял мачка приодеться хочу за чепчик о защита 6 о так старые сапоги сандалии чуть дороже сандалии так поэкономим москве оливковые шоссе золотые шоссе чё сяпчутки дорогие так вот так все оставим пока Рубашка не столь легко комменяет, так вот так, рубашку надо продавать уже. Так, пошли дальше. Трупы, 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 трупы. Так, ну-ка, поднимусь-ка еще. Пища. Все, наелся. Даже чуть отъелся. Так, в обьере, теперь вы будете голодать, а, ну это я читал уже, пока не переварите еду. Смотрите, миза. Что-то повесили. Да. Да, действительно. Дикари. Дорожная часовна. Так, там, походу, еще один разбойник. Ну, давай поговорим. Да. Да, это было просто. О, топор. Кстати, а тут на меня с чем нападал. С какой-то дубинкой, по-моему. Ну-ка. Так, стоп. Так, обобрать. О, львной капюшон у меня нету. Так, ладно. Обобрать. О, дополнительно. Защита. Паркет. 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 Так, пять защит. Так, хорошо. Так. Ну, в принципе, все пока. А, вот еще. Ну, ладно, и новокотники. Ух ты. Нормально. Все. Так. Ну-ка, стоп, отопорчу. Стопором. 22. Урон. 45. Меч выгоднее. Так. Ну-ка, пойдем еще раз посмотрим. Дубинка. Подобрать ее. Продать хотя бы. Чем так далеко ушел. Ага, вот здесь. Ага, тесак. О-о-о. Тесак. Посмотрим, что там за тесак. 33. О-о-о. Плохой тесачок и стоит 35. Дорогой. Ничего себе. Добро какое. Чуть. Просохать вам. Все. Пошли. Теперь в скалитцу. Меч в кровище. О-о-о. Крапиву можно пособирать. Понятно. Короче, всякие травки, муравки по полям можно найти. Спокойно. Даже по дороге. Так, ладно. У нас есть дело. Раздвоение личности. Наверное, все-таки нас с персонажем. Полностью не чувствую слияния. Все-таки это. Хотя, хотя, все-таки это же я целиком полностью управляю. Исключение. Видосов. Кино. Да. Здесь похоже не найти. Да. Нормальные герои всегда идут в обход. Так, еще кто-то у нас. по-северенности еще один грабитель. Ну, иди сюда, поговорим с тобой. Вот так, а что у него нужно делать? Пустите их, забрать их вещи и сдать их умок навсегда. Да, зачем он, чтобы он потомковать еще прибил. Ну, давай поговорим, ладно. Ну, ладно, сжалимся. Проваливанный, снаружи там, где ты его уронил. Очень хорошо. Да. Че он там опять за свое за старое, что ли? Чувак, это зря. Если так. Так. Оружие. Дубина. 31. Ого, стоит прилично. Так, ладно. А куда он исчез-то? Интересно. Вроде как присел, где ты пропал. Магия. Ладно. Тут кровище. Трупище. Трупище. Дом навозом закидали. Так. Где-то здесь родителей убивали. Ну, вот они. Ну, чтобы. Чипчик мой модный. Почему ты делал это мне, папа? Почему? Бредишь, чувак. Почему ты убил меня? Потому что убили его. Извините меня. Извините меня. Извините меня за все. В следующий раз я не уйду. Я никогда не уйду снова. Я найду тот, кто сделал это тебе. Я помню Брюс Рейса. Я найду его. Только подкачаю сперва. Но сначала... Я должен найти шевелин. И позаботиться о вас. Я riskивая тебя. Я предупреждаю себя. Я помню, что ты мне говоришь, что ты хотела оставаться, мама. Здесь, под лименом. Линден трей Хоть бы это я могу для вас сделать Найди своих родителей, задача выполнена Нашел Найди лопату Найди лопату Так, собачка лает Так, кто-то там чего-то с собачкой Ну-ка пойдем посмотрим А нет ли там нашей лопаты О! А вот и лопата Пошла прочь шавка Пошла прочь шавка Пошла прочь Что происходит? Сбышек? Ну-ка, что ты делаешь? Что ты думаешь, что я делаю? Копаю репу? Тварь на меня набросилась Это случайно не моська Эээ, собака-мясника А это не его тело? Да, это он А при чем тут это? Так, он защищает своего хозяина Я бы сказал, что няга просто защищает своего хозяина Ты же не пытаешься его ограбить, да? Тебе, какой девочкой мы занимаемся? Что ты здесь делаешь? Я первый спросил А, собоялся Если бы хотел воспользоваться, я бы пошел к священнику Уходи, оставь меня в покое Что случилось с Терезой? Которую мы спасли? Так, ты не знаешь, что случилось с Терезой с Минс? Когда я убегал, полосцы хотели... Они собираются насиловать ее, и бог знает, что еще Нет, не знаю, какое мне дело Наверное, они насиловали ее, а потом убили, как и других Я не повезло, сейчас я должен заботиться о себе Я не повезло, сейчас я должен заботиться о себе Так, как ты спасся? Как тебе удалось спастись? Как думаешь, я убежал? Так, одолжи мне свою папу Ты не доложишь мне свою папу Мне нужно будет в могилу Да, я не могу найти другой Что ты мне за это дашь? Я вижу у тебя неплохой меч Я с радостью поменяю на него папу Впрочем, откуда он у тебя? Это для пана Радзига Мой отец никого Пан Радзига должен передать меч Ему он не продается Тогда иди и копай могилу своим мечом Посмотрим, что у тебя получится Где ты собираешься ее копать? Здесь, ты же не собираешься сохранить На священном месте, да? Здесь? Ты не собираешься Твоих родителей На священном месте, да? Отец хотел... О, но он вроде красноречия Здесь хотел, чтобы похоронить здесь Я не могу отнести их к церкви Твою акваду Да, сбоку позже Я найду священник, который светит землю Так, ну-ка, Синушку покажем, богатырскую Понимаешь, я тебя играть мертвого Почему ты так разозлился, ты ублюдок? У тебя осталась хоть капля совести? И что из того? Монета мяснику больше не понадобится И чем больше я об этом думаю, тебе больше не нравится твой меч Ты отдашь мне его без шума, или ты хочешь разделить тучи с мясника? Ну, ты смелый парень, как я подгляжу Сможешь дотронуться до меча, когда его отмывают твоё брюхо Ха-ха! Всё-всё Пкакался Привет, пёсик Он ушёл О, может, надо побрать Полегче, может, ты меня знаешь Твоему хозяю тоже больше не нужно Но я не буду это брать всё равно Или взять уже? Чем-то, да, лучше этого придурка Ладно Удачи, пёсик Так Может, не родители оба брать? Чё выпало? Так, чё, пойдём могилу копать? Ну чё, как копать? А, да, может, лопату надо снарядить как-нибудь там? А! Класс! Я лопату-то не взял Прибежал копать Угу Продолжение следует... Найти лопату, выполнили. Чё ты пскулишь там, пёсик? Ого, молодец, охраняй. Охраняй. Всё, пойдём копать могилу. Всё, пойдём копать. так а лопата снарядить как снарядить а может как с факелом нет факел так и вылазит как копать еще не понимаю еще за ерунда как слушали что как выкопать крапива тут крапиви посылают о, во, начать копать е-мое это вот такое вот место классно копаешь о, пёсик пришел о, пёсик пришел как нет и так Пора за дева. Да, жуткая, конечно, ситуация. Как же мне это сделать? Ты нужна помощь? Ага. Это он? Да. Ты видишь меч? Кто ты? Кто ты? Ты как думаешь, что мы? Монарки в Санцисканте? Мы тебя ограбим, и мы заберем все, что у тебя есть, и в первую очередь твой меч. Даже думать забудет, а меч мой мой пап. Нет. Ты имеешь в виду ему? Я думаю, что он ему теперь нужен. Ага, вот так вот, да? Слушай, парня, подашни меч, и я, может быть, тебя отпущу. Откажешься, присоединишься к своей родне. Если нет, ты встал за семью, и ты реально не знаешь. Ставьте меня в покое. Убей его, коротышка. Ага, прикончи, гаденыша. Сейчас хочешь оба отделаться парой выбитых зубов. Ага, помоги, ну, подлипай, да, что-то, по-моему. И так все просто... О! Вот так вот, да? А, ну, в принципе, победить нельзя было, что ли. Я тебе сказал, как это будет. Ты должен меня слушать. Отличная работа. Кэтмен понравился. Ага, да? Ага. Это новое, да? Теперь пусть попробует крово, что держу пари твой отец, и думать не мог, что это будет твоя кровь. Я никогда не подумал, что это будет твоя кровь. Что случилось? Я запомнил. Твой человек, конечно, знал. А я просто убитый пилот. Ты помогал ковать? Нет, не знаю, не знаю. Такая невероятная умереть от меча, которую ты помогал ковать. Эй, козлолюбы! Ха-ха-ха-ха! В точку! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Игры закончились. Перебейте тот сброд! Так, один минус, второй минус, третий минус. Остальные убежали, по всей видимости. Ты отдал меч Панарадс, кака была. Возвращение домой. Ух ты, прям кино. Короче, тут все только начинается с этого момента. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Опять в красном капюшоне, зеленой рубашке, вообще в другой одежде уже. Не заморачивались, короче, вариантами фельмецов. Разработчики. Так, пробуждение. Ух ты, е-мое. Че-то. Кровавая пелена. Задача начинает спаси... Как спаси родителей? О! Тут двигаться можно. А, все понятно. Это, короче, ночной бред. Так, и че, как их спасти? Ну где? Так, стоп. Карта. Карта не открывается, но судя, вот вам. Вот это. А, во! На тебя! Во! Пух! Нормально, всегда б так. Ну, давай, иди сюда. Ты где? Кто родители? Тут же не родители. Ничего, спас? Или не спас? Так, ага. Куда надо дойти по всей видимости? На буковку А идем. О! Точка перехода. Че, в этот кошмар еще переходить можно? Накая-то помощь? О! Пора за работу. Ты узнал, где мельник. Привезли к мельнику, короче. Вставай, Индра, развиву уже. Индра, ты меня слышишь? Тереза. Вставай, Индра, просыпайся, день настал. Индра, ты меня слышишь? Аллилуйя, я уже думал, ты не проснешься. Тебя мучили кошмары. Тереза? Да у тебя жар не спал, хотя дядя будет и не рад. Придется тебе еще тут полежать. Хоть дядя будет и не рад. Где я, в Скалитце? В Скалитце? Мы на мельнице у дядюшки в Ротте. Больше никуда было. Что случилось? Ты не помнишь ничего? Оно и неудивительно. Тебе в Скалитце нашла, когда эти разбойники напали. Думаю, ты можешь конец, но ты еще дышала. Я думала, что они сделали для тебя. Но ты еще дышала. Почему ты туда вернулся? Там чистый ужас творился. Зводеи всех убили, кто не убежал. Родители, я их похоронить хотел. Как же иначе? Не волнуйся, я все сделала. Спасибо. Любой добрый христиан сделал бы. Теперь спи, набирайся сил. Пусть я несколько дней в бреду. Ты встал? А, все? Опять какой-нибудь кошмар будет. Проснулся, доброе утро. Сейчас полночь почти. Ты весь день проспал. Ох, по мне, будто конь потоптался. Ох, я чувствую, будто конь потоптался. Когда там конь, тебя сильнее избили. Но хотя бы жара больше нет. Так. Государство, что ты в Скалитце делала? Смерти ждала. Что? Они убили моих братьев, семья убили, друзья убили. Все мертвы? Все-все, кто дурак сердцу был. Одного из братьев моих в шахте убили. После такого, зачем мне жить делать? Не говори так. Всегда есть надежда. Нет ее. Но это и не важно. Я теперь совсем другая. Как тебе удалось меня спусти? Тебе повезло. Я в Скалитце был увидел танц Бишека и его головорезы. Я пыталась их отлечь, но толк бы не было. Не видишь, когда воины Стальберга. Они искали тебя и спугунули разбойников. Они искали меня? Да. Да, меня их пан Дивиш послал, а за главным был сотник Борик. Ты скажи, зачем такой знатный господин вдруг ищет кузнеца? Пан Дивиш обещал пан Ратс, что за мной присмотрит, но зачем ему это нужно, в долг не возьму. Так, ладно, все, я устал. Сил нет больше. Оно не удивительно, я тебе вот и принесу еды, а ты пока отдыхай, ты все еще очень слаб. И еще немного позже. Доброе утро у тебя. Как сегодня наш болезненный? Я так хорошо себя не чувствовал с тех пор, как меня колесовали на городской площади. Ну, ты ищути снова начал, знать полегче, а мой дядя будет рад это услышать. Мне и так пришлось постараться, чтобы он разрешил тебя сюда привезти. Заряжись ты еще немного, он бы и правда тебя на площадь выбросил. Он может оставаться, пока другой же не найдешь. Но мой дядя просит платы за то, что тебя взял. Так, где я? Так, где я? Это твоего дяди? Мы на Ратаевской мильнице, мой дядя Милик Пешек. Он меня взял, а я его уговорил, а я тебе позаботился. Ага. Хватит мне тут лежать. Дядя рад, конечно, будет одним голодным ртом меньше, но достаточно ли ты поправился? Достаточно, чтобы знать, что делать. Где пана Радсека найти? Он в нижнем замке в Пиркштайне, гостит у пана Гануша из Липы, но тебя, человека простого, тогда так просто не пустят. Я знаю пана Радсека, и я ему меч не принес, как должен был. Не надо его увидеть. Как знаешь, но сперва поговори с моим дядей. Ты две недели с лишним в койке лежал, он лекаря платил за лечение, кажется, ты ему уже немало задолжал. Я две недели тут лежу, боже правый. Ну что, неделю после, чем вечность в могиле. Если бы не мой дядя, тебе бы тут вообще не было. Так. Я знаю, что вы both my life, но не repay my debt. Ты имеешь в виду. Хорошо. Но, before you go to town, you should eat something. You still weak. There's food on the table for you. Так, мельница встала нашим домом. Так, кровать тут, все понятно. Так, поесть надо, да? Котелок. О, похавал. Сундучок, что в сундучке. Опа! Все мое добро, и какие-то карты сокровищ еще. Легкие комбинезоны попортили. Груши 1.3. Что-то как-то прямо. Крапива. Возьмем все. Так, умение читать средняка было довольно редким. Мы уж, конечно, не просто укрыли, но не могут быть грамотными. Вы можете открыть книгу, попытаться спросить на свой бук, но в конце концов нам придется найти человека, который научился у вас хотя бы основной грамоты. Так, 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 так. Что я не стану для вас? Так, журнальчик. Посмотри, что там накидали мне занятия какие-то. О, вещи взял, задачу выполнял. Отлично. Так. О, какой-то гамбизон вархаус. От вархауса подарок получается. Так, ладно. Так. Так, и что делать? Интересно, если босиком зажигать. Вещи будут портаться или нет? Так. Сандали оденем. Остальное пока не будем. Карта сокровища. Ну-ка, посмотрим, что за карта. Нью-Хоф. Здесь же без карты сокровища. Ничего по ней можно найти. Что такое? Потак какой-то. Север. Север. Короче, к пану-рацику кобыли надо отправляться. Привет, пока. Так, пан-рацику. Ох ты! У меня мешок-то какой перегруз, ребята. Надо бы сбросить где-нибудь. О! Кожевник. Кожевник, кожевник. Торговать. Торговать. Отлично. Так, ну-ка. Кто там рычит? Состояние торговца 200. Шкуры, шкуры. Может, похоже, сшить себе что-нибудь. Так. Так, продать. О, продать. Так, зеленая рубашечка вон за 0,7. Так. Кто карту сокровища? Конечно, стоит. Кожаный колет. Можно один всяко продать. Так. Ой. Смешной чепчик. Продадим. Оставим комбез. 28. Дадим. Несколько не хорошая. Восемь защита. Чего пока? Подносим его. И ставим. Так. На камешон. Оставим. Панские сапоги. Ставим пока. Так. Сохранение. Ставим. Так. Старые сапоги. Ставим пока тесак. А, за оружием там я. Меч там я все. Тетя меч. Так, что еще? Стопочка. Так. Что еще? Топор 22. Топор, топор, топор. Так, он дешевый. 33 это сила. Ой, целебное действие. Ну, че? А, да, я там стоял на другом. Вон те. 8.4 всего. Топор 2.3. Ладно, пока оставим. Ну-ка, ладно. Что тут получается-то? Ну, в принципе, не густо. Нет, не густо. Я нашел здесь, я сам. Я, я неаю. О, залатанное шо, Сэм. Короче, ладно, будем в зеленых зажигать на этих торганёвом. Так, о, дубина у меня ещё есть. Так, ладно, топорик продадим, а часак с дубинкой оставим. Всё, нормально. Не понял. Чё, заново всё, что ли? Капец. Так, ладно, поехали. А, вот оно где, его просто не видно. Вот, теперь проверить корзину. Топор, доспех. Всё, вот всё. Угу. Вот всё в корзине. Всё, давайте поторгуемся. Обсудим-ка цену. Конечно, почему бы и нет. Давай попробуем за 45. Тридцать девять с половиной. Ну, если за 42. Тридцать девять с половиной. А, ещё немного. А, ещё немного. А, ещё немного. Ну, давай хоть за 41, что ли. Тридцать девять с половиной. О! Так, торганули. Теперь маленечко приди в жопах. 42,3 гроша у меня. О, блин. А-а-а-а. Это не продажная цена. Это цена покупки у неё. Точно. Нифига себе. Слушай, походу надо в городе торговать. Так, как в город попасть? Надо было на ртам торговать, потому что там цена выше. Интересы пойдём посмотрим. Сейчас где-нибудь торговцкого городского найдём. Вот так у них тоже попала трансформация такая, точка перехода. Стоит какой-то крестьянин. Ближе подходишь, а это будет успех. Так. О! Кину очередное. Стой! Кто таков? Куда идёшь? Уже прошёл. Я Хенри. Дружи. Сын Кузнеца из Скаллицы Духа. Господи, если он пану Радцеву Кабурили из Двожица. Ну, конечно, Брэндок. А я тогда Папа Римский. Что тебе нужно от пана? Из какой радости он должен тебя принимать? Что делает ты думаешь, что он увидит тебя? Я не могу видеть это, но я знаю о честь и обязательствах. И мне нужно рассказать Сэр Радзик о том, что произошло с фрагом. Хорошо, пойдёмте. Это будет твоя кожа, если Сэр Радзик не будет счастлив. Так, ладно, продолжаем. Я тут немного. Так, стоп, ага, вот я зашёл ворота. Лагерь беженцев по всей видимости тут. Открываем карту. Что у нас дальше? Дальше у нас к пану Радзик о Кабурили. Идём на метку. На буковку А. Так, очередной видос. Это не как Индрам. Боже право, точно он. Ты что сделаешь, парень? Мы думали, тебе конец. Так, я иду по велосипеду с паном Радзик. У меня с паном Радзик надо поговорить. Он тут? Он ворота с паном Ганнушем из Ратая. Пирует там в рыцарском зале. Что тебе от него нужно? Отец ему меч выквал. Он просил меня отнести меч пану Радзику. Меча-то я не вижу. Ну да, на меня разбойники напали. Меч отняли. Мне нужно рассказать пану Радзику, что случилось. Потом я меч отыщу. А ты же конечно, удачи. Спасибо. Так, пошли дальше. Рыцарский зал, рыцарский зал. В рыцарском зале, в рыцарском зале. Где рыцарский зал? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Что это? Что за баги? Ну давай, давай ты сможешь. Вот буксует-то, а. Здравствуйте, девушка. А? А? Толчок. Так, грязная посуда. О, поесть из котелка. Здрасте. Можно похалотилась. Ха-ха-ха. Зин. Ха-ха-ха. 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 Да, нарциссского зала-то здесь и нет. Сейчас на территорию. А здесь что? Это уже частная территория. О, поговорить, кто такой. Ну-ка. Приветствую. В чем ты нуждаешься? А, как живется в Раттае? Как тебе живется в Раттае? Спасибо, конечно, что нас отпустили, но потом-то они нас просто самих себе предоставили. Всем нас наплевать. А, это искали этот чувак. Все понятно. Не знаю, что там случилось. Народ говорит, и наши сервера было нужно подраться теперь заодно с королем. Ага. С настоящим? С этим латсалом, старым. Так, ладно. Здесь что? Замок. Пойдем повыше. Давай-давай-давай-давай-давай. Ты сможешь, ты сможешь. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. О! Пробуксовка. Привет, чувак. О! Вот тут где рыцарский зал. А вот он сказал, что с землёй наши дела дерьмовые, дерьмове просто некуда. Вот так вот даже. Не так разумно? Возможно, я бы так красочно, как вы, Ганнуш, не сказал. Меня выгнали из собственного замка, так что отрицать не стану. Верно, но пока Пиркштайн вам нужен, он ваш. Здесь вратаи, и вам, и людям, вашего места хватит. А подопечный мой, полагаю, не возражает, что я его замок одолжил. Считаю за честь, Пиркштайн в вашем распоряжении, настолько, насколько вам нужно, пан Рацик. Хорошо, что у вас ещё один замок есть на том конце города, а? Как бы то ни было, я вам весьма признателен, пан Ян, и вам, пан Ганнуш. Не хотелось бы хуто говорить о ваших людях, пан Рацик, но, скажем так, городские и беженцы друг друга не сильно любят. Говорят, до преступления дошло. Но пусть уж терпят, пока дело не разрешится. А когда же всё это разрешится, и ради чего, Боже право, им вообще эта война ведётся? Честно скажу вам, пан, я не понимаю. Не вы один, отче. Полагаю, Сигизмунд изначально хотел убедить Вацлава принять корону империи, к правлению богеми оставить ему. И кто его станет винить? Я знаю, Рацик, что Вацлав ваш друг, но даже вы должны признать, что он виноват в этом сам. Не стану отрицать, что король пренебрёг делами государства ради иных стремлений. В стране должен быть порядок, но вряд ли господа, что заключили в Сигизмунд, представляли себе, на что похож венгерский порядок. Венгерский порядок, ха. Меня судорь беспокоит то, что добрый христианин докатился до такой жестокости. Справедливости ради, вряд ли он думал, что половина страны поддержит короля, но теперь его милостью мы разрываемся на части, и ему надо всё как-то привести под свою власть. Зачем, ради Всего Святого, им убрать на службу этих варваров? Сребролюбие — корень всех зол, панич. Войны стоят дорого, а это уже год тянется. Сигизмунд теперь ничем рыцарям платить. Сигизмунд теперь ничем рыцарям платить. Вот он и нанял этих сукиных детей, чтобы поселить в Венгрии. А чем меньше он им платит, тем больше они возмещают себе грабежом. Вот почему он на нас напал. Хотел забрать наше серебро. Что ты тут делаешь? Нечего тебе тут делать. Пойди прочь. Постоя, это Инри, Жих. Инри, Жих, который исчез, когда я ясно приказал ему оставаться в Таллинберге. Простите, пан, но я должен был похоронить родителей. Должен был. Думаешь, и не ты там кого-то потерял? Но другие послушались своего господина. И, между прочим, не только себя чуть не зубил. Пан Борик и его люди своими жизнями рисковали, чтобы спасти тебя. Простите, но я должен был. Вот теперь оно как. У вас уж должен, так должен, Рацик. Твой отец был замечательным человеком. Мама твоя тоже была замечательна. Ее заслужили христианское погребение. Хоть это тебе удалось? Нет, на меня напали родители. Не стоять бы мне здесь сейчас, если бы не та девушка. Девушка? Дочь Миллера, Тереза. Миллера, вот дочь тебя от разбойников спасла? Будет, чтоб дукам рассказать. Я ей жизнью обязан. Она их отвлекла, а потом привезла меня в Роттое. Но без пана Борик она бы обоим не жить. Вот это я понимаю, славная женщина. Ты за нее держись, парень. Жаль только, что родители похоронены в неосвященной земле. Теперь попадут в чистилище. Тише, отче. И затем я вас приглашал, чтобы вы меня объедали, да еще и пробовали, читали при этом. Если вас это так беспокоит, то еще идите и спасите невинные души добрых христиан. Отправляйтесь в скалицу и осветите их могилы. Уверяю вас, если вас убьют вихие люди, ваша душа вас парит прямиком на небеса. Конечно, при условии, что вас сперва похоронят в освященной земле. Это если будет что хоронить. Те у вас раздобревшие, волки и вороны на славу попируют. А скелеты друг на друга все похожи. Как нам отличить ваши преподобные кости от костей сегизмундовских татар? Впрочем, ладно, зачем ты явился? Я должен вернуть ваш меч. Мой меч? Меч-медь у меня тут, на поясе. Нет, меч, которым отец вам выкрал. Его у меня один из тех грабителей отобрал. Его чуть не убили, а он уже вернуться хочет. Весь в отца, видать. Парень, я лишился замка, деревни, серебряных копий и добрых пленей поддых. С чего ты взял, что меня волнует потеря одного меча? Потому что его мой отец последним выкрал, и я обещал отцу, что отнесу его вам. Понимаю. Я бы так же себя чувствовал. Но благоразумие тоже забывать не стоит, а мертвец обещания уже не выполнит. Да уж, его баба спасла, а он уже мстить собрался. Парень, не дурак ли ты часом? Он не дурак. Индржих, ты парень храбрый, но тебе нужно подготовиться, оружие достать, коня. Ты же не в кости с грабителем играть будешь? Нет, прошу, возьмите меня на службу. Найдите шанс ему научиться. Какова наглость? Бежал от врагов, не выполнил приказ, надолел пана Дивиша, меч потерял, подверг опасно своим действиям пана Борика, а теперь на службу захотел. Пан Птачек прав. Она, конечно, верна на то, что вы говорите, кроме бегства от врагов. Вы бы тоже побежали, поверьте. Определенное наказание Индржих заслужил, но как наказывать того, кто уже все потерял? Храбрость и слепое повиновение хорошие качества для воина, но мудрый человек ценит также и верность, упорство, решимость. Кроме того, его отец выколол неплохой меч. Если он думает, что может его вернуть, отказываться не стану. Господин, это он же крестьянин, для себя из крестьянина, наружу носка делать. Это почему? Кто-то же сделает борого священника. Кто-то же сделает борого священника. Индрюш не крестьянин, но че он кузнец, а после недавних событий мне нужны люди. Ну что, будешь служить мне? Господин, я... Да, буду. Вы не пожалеете. Возможно, и буду. Только ради твоего отца, паренек. Не разочаруй меня. Наконец-то тебе улыбнулась удача, парень. Не упусти случай. Я так думаю, Пангануш, парню нужна подготовка, опытно набраться, а вам нужны оруженосцы. Это верно. Рихтор все время жалуется, что ваши люди в лагере бузят. Возможно, свой для них Человек-Стража оказался бы кстати. Возможно. В любом случае, это будет полезный опыт. Только сразу уговор. Жалование ему вы платите. Сотник Бернард, подростаскайте его, потом отправьте к лихтаржу. Слушаюсь. И спуску ему не давайте. Это я вам обещаю. Запомни, Индрюш, не подведи меня. Не подведу, мой господин. Отправляйся в Пиркстайн по оннурацику кобыле. Удача выполнена. Игра сохранена. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...